Синяя ламборгини Как видите, ролик в ТикТок я уже снял На самом деле, сегодня будет очень интересно Потому что мы обыщем весь город в поисках синей ламборгини Потом вы решите её судьбу в очень неожиданную сторону Я чуть бы вы не испорчу вообще всё Но в итоге, вы узнаете, почему именно эта ламборгини Подходит для нашей песни идеально Это же гениально! Ну и конечно, вы офигеете от просто Вот, просто белиссимо какого классного результата Готовы? Пристёгивайте ремни и погнали! Давайте сыграем! Я для вас загадал песню по-английски, а вам надо отгадать её по переводу Но есть одна загвоздка Его делал я Один однажды сказал мне, что мир сделает из меня ролл Я не самый острый инструмент в сарае Она разглядывает вид тупого со своим пальцем и пальцем Узнали? Вряд ли! Потому что это мой авторский перевод All Star И для того, чтобы не переводить так же Советую подтянуть английский с Как выучить английский по песням от Skyeng У них есть два варианта обучения Первый это обычный платный с индивидуальным преподавателем Который сам будет заинтересован в том, чтобы вас обучить В удобное для вас время в онлайн школе Skyeng занимаетесь По интересным для вас темам Ну и конечно, куда без промокода Вводите трунь капсом для того, чтобы получить два урока в подарок при первой оплате Ну и ещё у Skyeng есть бесплатный план, как выучить английский по песням Да, бесплатный! Полностью! Скачивайте по ссылке в описании Там вы будете получать онлайн уроки с разборами треков А ещё интересных и полезных, главное, каналов на ютубе В общем, всё это очень классная возможность Если вы ждали знака, чтобы начать изучать английский Это он! Бегите по ссылке в описании В Skyeng И промокод не забывайте Конечно, сначала я хотел найти настоящую ламбу для ролика Это было бы очень круто, но почему-то не получилось Скажите, а вы для себя интересуетесь или представляете покупателя? Для себя Только, знаете, меня не совсем покупка интересует Мне нужно, как бы, сыграть на машине Ну, то есть, записать звук двигателя, там, засемплировать Записать звуки дверей Я, кстати, буду играть песню, которая сейчас в ТикТоке очень популярна Ну, знаете, эти современные тренды Алё? Тогда я решил всё-таки купить игрушечную и отправился покорять мир Детский мир Кстати, знаете, как выглядит ключ от ламбы уракан? Вот так А знаете, как выглядят ключ от моей машины? Ну, вы понимаете, да? Наставьте лайков побольше, чтобы я себе купил наконец-то ламбы Был как нормальный водик Всё, пока Я ушёл Но тут всё оказалось не так просто Вот кто подписан на меня в инсте, знает Кстати, подписывайтесь Puppet Master Z Или Puppet Masters Сам не знаю Именно синих ламб нет Вообще В смысле, нигде Я объехал весь свой район Ну, знаете, говорят, что психологический настрой это половина успеха Тем не менее, в голову пришла шальная мысль Покрасить ламбу баллончиком Я сделал вопрос в инстаграме И был на 100% уверен, что люди решают, что надо до конца идти и искать синюю Но... Я, конечно, знатно офигел, но в итоге купил уракан с дизайном а-ля ночной кошмар чипов вуза Чтобы не жалко было потом баллончиком портить И отправил краситься в официальный высококачественный сервис И вот спустя некоторое время настал час самого интересного Я смог достать машину и схватить её своими сосисками, заляпать Так что оставил на ней отпечатки прям на краске Ладно, будем считать, что это индивидуальный штрих Ну ладно, в общем, я снял с неё малярный скотч Это такой кайф, вы просто не представляете И покраска оказалась, кто бы мог подумать Супер качественной Зато быстро, дёшево и в один слой Я вот так посижу, ладно В общем, вдоволь в неё, естественно, наигравшись Я смог приступить к самому интересному К тому, зачем вы здесь К записи песни Но идеи у меня были странные А, Лиз, смотри, тут зеркала резиновые По идее, если его вот так вот очень сильно вытянуть То можно струну, наверное, сделать Что? Я не понял На самом деле идеи, по крайней мере, были Причём насчёт абсолютно всего, кроме баса Вот вы можете представить, как из этой машинки извлечь барабаны Как из неё извлечь мелодию Но как получить плотный, мощный, глубокий бас из электрической машинки Решительно непонятно А без него эта песня, как и любой рэпчик Звучать нормально не будет Давайте всё по порядку И динамично По микрофону Шандара Начал я с того, что взял у бабушки платочек Ах, щит, мы опять Обернул вокруг пальца, не бабушку, платочек Ударил по машине и сделал из этого бочку Примерно таким же образом, но уже без платочка Я сделал ещё и малый барабан Бочка получилась особенно сочной Вот как она звучит Ну мясо, мясо ведь, скажите мясо Правда мясо? Там куча плагинов Кстати, интересно, насколько вы шарите Напишите, что такое CLA-76 в реальной жизни? Да, я изначально планировал взять звуки колеса и капота Поэтому название капота, бан и бочка-колесо я решил оставить Да, в конце концов, мои дорожки Вот свои, насыпьте и называйте Ладно, в общем, бочку и малый я записал Малый, кстати, звучал вот так А потом записал и хэт, дёргая машины за её маленькие детальки И вот тут возникла проблемка К сожалению, в этот уракан потрясающего звука TSI V10 не завезли И зато завезли электромотор Так вот, насладитесь его потрясающим, чистым, ровным звуком Тьфу на тебя В общем, я воспользовался изотопскими плагинами Это не реклама, к сожалению, я был бы не против на самом деле И я это не снимал, но просто поверьте мне на слово Три часа я тупо сидел и обрабатывал вот этот звук Для того, чтобы выбрать из него все вот эти вот призвуки И оставить только звук электромотора И в итоге я нашел такую фичу Вам это и может не показаться гениальным Но мне после целого вечера обработки вот это жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж А если еще сверху ревер наложить, то получается реально звук скрипки практически. Кстати, мне кажется, или это похоже на мартышку? Этот звук я решил оставить в песне. В общем, осталось придумать только что-нибудь особенное. Что-то, что отличало бы этот трек от всех остальных и что можно сыграть исключительно на такой машинке. И тут меня озарило. Я себе в наушниках включил диктофон. Ой, этот метроном с темпом песни. Взял машинку, взял пульт и в темп нажимал на пульте кнопочки. Но, как видите, он работает с задержкой, поэтому именно играть колесами в темп явно не получится. Что я сделал? Я записывал звук колес, а сам нажимал только на пульте, на колеса даже не смотрел. По итогу потом я просто взял запись с колес и сместил ее немножечко назад. И она получилась идеально в ритм, и это получилась просто офигенная партия. В плане барабанов я еще записал очень клевый райзер. В плане мелодии, ну, я сделал очень много арпеджио. Просто, просто, очень много арпеджио. Но все еще оставался незатронутым главный инструмент. Да. И тут на помощь пришел пульт. Дело в том, что я его разглядывал, и пока разглядывал, случайно дернул за антенну, вытянул ее из корпуса пульта и заметил одну фичу. Я кровожадно срезал с пульта эту вот резиновую обертку, получил струну, подергал ее, записал разные сэмплы на разных нотах. Естественно, я это засэмплировал. Ну что, думали, я бы тренировался бы вот так играть? Нет, спасибо. После вот той трехчасовой обработки я уже даже думать об этом не хотел. В итоге получился вот такой вот мощный бас. И, да, еще одно арпеджио. И по итогу у нас получился целый огромный букет инструментов. Все они очень крутые, все необычные. И все это действительно полностью из звука в синей ламборгини. Я предлагаю вам послушать и оценить... А, стоп, нет, еще это. Я же должен лайк поклянчить и подписку. И колокольчик, давайте. Потому что завтра, послезавтра я постараюсь выпустить новое видео, вы офигеете. В общем, ребята, я возвращаюсь на YouTube. А вы оценивайте песню. Погнали. Привет, меня зовут Антон. И если вы прямо сейчас не подпишитесь на этот канал, то он умрет.